Со времен выхода Stardew Valley и ее успеха как в плане заработанной денежки, так и в оставленном следе игровой культуры, уже многие разработчики пытались, если не повторить успех, то сыграть на нем. Как жанр, Stardewlite так и не появилось, конечно, но зато появился такой вид игр, который стали назвать Cozy Adventure. Переводить это глупо, но дуракам закон не писан, поэтому я грубо переведу как Уютное приключение. Отличительными чертами такого приключения обычно являются разведение грядок и вспахивание животных, сбор свистелок и крафт-перделок и, конечно же, виртуальное обобщение с виртуальными же персонажами разной степени недостоверности. В Stardewl это было и во многих последователях этой игры это было. На вопрос, почему я привожу Stardewl, а не Harvest Moon, которым изначально вдохновлялся Эрик наш барон, я отвечу, что в эту серию играло, дай бог, 3,5 человека, и вряд ли они все внезапно решили делать последователей Harvest Moon именно после ошеломительного успеха с Stardewl. Так вот, одним из таких последователей была игра My Time at Porsche, и одним из самых успешных и известных последователей, который при этом не был наглой и безидейной копией. Конечно же, любой успех надо закреплять, и поэтому сиквел, а точнее параллел квел, да, есть и такое понятие Гидрит Мадрид, не заставился долго ждать. Портия в свое время зацепила мое внимание, поэтому я и решил посмотреть, насколько Сэндрог хорош сам по себе, и как продолжение идеи оригинала. В качестве дисклеймера я бы, конечно, порекомендовал посмотреть мой обзор на My Time at Porsche, если вы не играли в оригинал или подзабыли о нем, так как я буду периодически указывать, что стало лучше, а что так и не удосужились поменять. Ну погнали. Действие My Time at Сэндрог происходит в том же мире, пострадавшем от апокалипсиса, что и в портии, и параллельно событиям этой самой портии, с разницей только вместе. Сэндрог, который в первой части переводили как Песчаное Нагорье, это город у оазиса в Юфальской пустыне, в самом центре так называемого Альянса Свободных Городов. Мы еще в портии кусок этой пустыни видели. В каком-то плане эта пустыня является даже одним из антагонистов игры, и борьба с ней будет длиться всю сюжетную кампанию. Прям сети Масселайв из Фоспанк, только для детей и им сочувствующих. История этого городка довольно интересная, даже в рамках этого мира, пережившего дикую катастрофу с гибелью миллиардов человек, экосистемы сдвигания целых пластов земли, когда океаническое дно вдруг стало сушей, и постепенно от этой катастрофы восстановившегося. Где-то с полувека до событий игры, женщина по имени Мартл, проходящая с караваном, обнаружила здесь оазис, большой и зеленый. Она решила построить здесь саун для усталых путешественников, и, по сути, тем самым основала Сэндрог. При этом город начал стремительно расти уже после того, как под песком обнаружили мегаполис старого мира, названный потерянным раем. Рядом с городом даже есть каньон, стены которого состоят из небоскребов, покрытых песком и камнем. В мире игры такие руины, кладезь различных редких ресурсов и высокотехнологичных устройств, а оттого и в Сэндрог хлынули старатели разной степени старательности, которые привели оазис в упадок, вырубая деревья, вытаптывая почву, высасывая воду, в общем, ведя себя как редиски. Такое отношение к природе, мать вашу, ее и погубило, что повлекло за собой постепенное опустынивание земли вокруг оазиса, его частичное высыхание и частые песчаные бури. Таким вот осушенным и погибающим городком мы и обнаруживаем Сэндрог, когда прибываем туда на поезде в самом начале игры. Запустение, впрочем, на первый взгляд, незаметное, ибо люди снуют по улицам, что-то делают, живут своей жизнью. Наш персонаж, как и в предыдущей игре, мастер, ну или же строитель, то бишь занимается созданием различных механизмов, мебели и даже участвует в строительстве разных всяких сооружений. Мастер на все руки, короче. На вокзале нас встречает Миан, коллега-мастер, который добросердечно помогает нам освоиться, в отличие от черта Хиггинса в порте. Но святое место пусто не бывает, и нашим конкурентом по рейтингу самых рукастых и жопастых становится Ян, глава торговой гильдии. Тот, сразу видно, жадный ему день, который за копейку давится, из-за чего периодически капает на мозги жителям города, но он считает себя начальником, так что придется для него побегать. По сути, работа на торговую гильдию и есть наша цель и времяпрепровождения здесь. Она присылает с собой выполнение заданий, основных и побочных для горожан, также выполнение поручений с одноименной доски. Поручение – третичная работа мастера в рамках сюжета, но самый большой и стабильный источник дохода, ради которого придется каждый день бегать за тоннами ресурсов и за самими поручениями. Побегать придется, я Синпень. Тут 60% геймплея, бег кругами за ресурсиками, остальные 40%. Крафт всякого, битвы с ксеносами, болтология с гражданами, прохождение собственной игры. И так как нужно же как-то это видео выпустить, для спокойствия вашего и моего рассудка, я буду расписывать все по порядку, начиная как раз с добычи ресурсов. Первое же изменение, с которым может столкнуться ветеран партийских действий, это наличие в округе кучи всякого хлама, который в некоторой степени заменяет собой тупой сбор металлов, камня и дерева. Суть в том, что ветер здесь настолько силен, что приносит на себе каждый день разный мусор, который можно закинуть в переработчик, новую установку в вашей мастерской, и переработать его в полезный ресурс, а иногда даже в производный этого ресурса. Например, медный лом дает слитки меди, и медные же стержни, которые девать будет некуда, агася. Деревянный лом дает дерево и деревянные палки, в общем всякое бывает. И кстати, на деревянном ломе можно застрить внимание по одной простой причине. В городе нельзя рубить деревья. В связи с жесточайшим запретом от наших любимых нефанатиков из Церкви Света, в черте города нельзя вырубать даже кактус, а потому придется на старте игре деревяшки искать вот такими вот глазами. А как хорошо было в порте. Вышел, потянулся, пробежался, вырубил десяток другой деревьев и был таков. Это изменение, конкретно переход от тупого собирания материалов к тупому собиранию хлама для переработки, не ощущается лишним, как ни странно. Опять же, ресурсов с таких куч получается больше и быстрее, чем просто собирать эти самые ресурсы. Да и остальной геймплей не забирали, просто дали еще один их источник. Впрочем, только в помойках нас лазить никто не заставляет, ибо есть классика, которую надо знать. Долбаем камешки ради камня, пряем кусты ради дров, постепенным прогрессом в плане вашего инструмента и сложности добываемого. Гравий станет мрамором, а затем и гранитом, а кусты превратятся в мертвые деревья, во всякие там акации и тополя. Если честно, меня конкретно вот эта беглка и долбилка вообще не запарила за все время прохождения. Это такой тупенький геймплей, который не требует абсолютно никаких умственных затрат, только ваше время. При условии, что вам такое нравится, вы будете здесь в своей тарелке, потому что сэндрок в этом плане, особенно по мере развития, дает сполна. Примежали, бац-бац, побежали дальше, тук-тук, ресурсики получены, а бежали домой. В этом плане исследование руин даже кайфовее, потому что там, как и в порции, можно ковыряться в оксельной земле, постепенно выстаскивая всякие детали, ошметки от артефактов, и собирая в том числе металлы на переплавку. Только в руинах можно достать металлическую руду, которая нам очень сильно пригодится в будущем, причем в промышленных объемах, поэтому и ходить в такие руины придется часто. Что радует, так это то, что над этим элементом разработчики поработали, и теперь руины выглядят, ну, как руины. То есть локации, засыпанные землей песком, которые при расчетке создают антураж некогда обжитого пространства. Вы побываете в засыпанном офисном, по виду, здании, в метро и в космическом центре. Здесь, в Сэндроке, вы как будто действительно занимаетесь чем-то похожим на раскопки, на исследования руин, а не копания в одноцветной грязи до посинения, в который артефактов шейхууды натаскали. Разве что только глина теперь гораздо реже попадается. Ну да ладно. Однако, не только так называемыми заброшенными руинами песок и фальский полницы, но и опасными. Опасными их назвали, потому что, ну, они опасные. Враги там ждут, короче. Их исследование сопряжено с получением звездюлей от разного вида врагов на разных уровнях тех самых руин. При этом, исследование отличается от такового в заброшенных, ведь копать ничего не придется, только зачищать уровни с монстрами ради очков. Тут есть такой маленький, я бы даже сказал, малюсенький элемент рогглайта. То бишь, на старте каждого уровня стоит машина, которая дает случайный баф на забег в этом уровне. Бафы, в общем-то, незаметные, поэтому зачем они здесь, я так не понял. Разве что помочь набивать очки за убийство монстрейтин с большей скоростью, ибо на каждое погружение в руины дается таймер, а в количестве очков зависит уже получаемая награда. В награду за прохождение дают житоны гражданского корпуса, это местные законники, для обмена на всякое, и всякие запчасти типа двигателей. Бегать туда ради чего-то другого нет смысла никакого, тем более, что получить все это можно и по-другому. Так что я где-то с середины игры перестал абсолютно. А перестал я из-за боевки. Сэндрог, конечно, похорошел в плане боевой системы, если сравнивать его с портой. Забочники увеличили разнообразие оружия, что заметно прям с обучения, где вам сразу же предлагают большой меч, меч со щитом, копье и кинжалы. И это только для начала. Есть еще молоты, перчатка, может даже и не одна, и огнестрел. Так что варианты есть. Каждый вид оружия предлагает уникальный мувсет, разную скорость убедения врагов и разную площадь удара, поэтому легко выбрать оружие на свой вкус. Кроме этого, в игру добавили параметр стойкости, после обнуления которого цель, или игрок, если уж на то пошло, будет оглушена, и в придачу уязвима для входящего урона. Это помогает избавляться от некоторых настырных боссов, но при этом делает вас уязвимым против групп врагов. Но самым важным изменением в боевой системе стала адекватная реализация огнестрела. Если в порте это механически было такое же оружие ближнего боя, только с сильно большей дальностью, то здесь это настоящий класс вооружения. Вы можете спокойно целиться в любую сторону, в том числе избивать шарики с сундуками в городе. Есть перезарядка, в общем-то, как в игре для больших дядечек. Огнестрел, конечно, это самое офигенное изменение в игре, ибо тупо залететь в гущу врагов и тупо перестрелять из местной модификации китайского коллажа дорогого стоит. И, к тому же, вас никто не будет за огнестрел пилить. Тут у нас дикий запад же. И несмотря на столько положительных изменений, урзаба все равно не хватило ума не сделать какую-нибудь херню. Первый же косяк. Просто так не получится пользоваться всеми видами оружия адекватно. Почему? Да и из-за абсолютно убогой прокачки, к которой я вернусь отдельно. Короче, здесь прикол такой. Количество ударов у вот этих основных меча со щитом, вручника, копья и кинжалов ограничено двумя в серии. Двумя. А как? А почему, спросите вы? Я вам отвечу. По качену. Чтобы ударов было больше, нужно прокачать соответствующий навык, по одному на вид оружия. Хочешь меть со щитом? Качай навык. Ой, хочешь разнообразия? Ну, качай еще один. Что это за бред, простите? Вам настолько нечем вашу прокачку забить, что вы уже до бреда дошли. Второй косяк. Закликивание никуда не делось. Враги, как и в порте, не представляют особой опасности. И разматывать их толпами никто не мешает. Даже перекатываться не надо. Даже боссы здесь все до единого тупо закликиваются, не создавая никакой практической угрозы, за исключением парочки самых наглых, которые закликиваются огнестрелом. Ха-ха-ха. Внезапно огнестрелом тоже можно закликать. Еще как. Ведь скорострельность того же пистолета зависит исключительно от скорости нажатия на кнопочки. И тут мешает только количество заряженных патронов. Поэтому после получения пистолета любые руины, любое основное задание превращается в прогулку в парке. Разве что патрончики надо крафтить. Ну и казалось бы, а что плохого? Быстрые легкие бои. Это разве плохо? Для некоторых игроков, да, плохо. Но они обычно в такие игры не играют. Суть не в этом. Суть в том, что битв становится много. Чем дальше, тем больше. Врагов больше. Они такие становятся толще. То есть патрончиков надо больше. Их еще крафтить надо. Или затаривать за токены гражданского корпуса. И в игре, прохождение которой занимает 130 долганных часов, мозг просто отключается. Ваш мозг всегда пытается хоть как-то срезать углы. Нивелировать самую рутинную часть. И боевая система с одинаковым подходом к убению монстров, будь то в ближнем бою или в дальнем, с постоянной именно что необходимостью с кем-то сражаться ради прохождения квестов или выбивания лута, постепенно просто начинает поддушивать, даже несмотря на, в общем-то, позитивные изменения. Впрочем, не все улучшения были с подвохом. Некоторые аспекты просто стали лучше, и такое бывает. И одним из двух таких аспектов стало фермерство. Если вы не играли в портию, поясню, что все растения там выращивались по одному кустику в катках 2 на 2 клетки. А оттал нужно было сначала скрафтить эту хрень, а потом поставить куда-нибудь. Найти, что называется, место на ограниченном участке. Здесь в Сэндроке система более здравая. Вам дают инструмент, с помощью которого можно готовить клетки один на один под посадку, создавая соломенный квадрат из покупной, но дешевой соломы. И все. Инструмент этот доступен из панели быстрого доступа. Создавать эти квадраты, сажать растения, поливать, и даже собирать урожай можно будет по мере прокачки по солидной области, что избавляет от лишних стилодвижений. Да, теперь нужно поливать растения, как в Стардуэленд. Да, в принципе, вся система фермерства оттуда, что я считаю позитивным изменением. Фермы управлять проще, денег от нее очень больше, если выполнять поручения. Есть возможность даже запилить что-то более-менее похожее на сад при желании, без этих убогих деревянных коробок. К сожалению, другой важный аспект всяких Коузи Адвенча был нещадно похоронен под попыткой выпендриться продуманным сеттингом. И имя этому аспекту – рыбалка. Тот момент, когда раньше было лучше. В порте была своеобразная механика, которая, в общем-то, была логичной. Вы забрасывали удочку в воду, потом, когда поплывок реагировал, вывели курсор за рыбой, как бы подтягивал упирающуюся жертву. Здесь же рыбалка превратилась в подобие гриноавтомата с клешней, в том, где пытаешься игрушку выцепить. То есть, вы подходите к пруду с говно... То есть, с песком. Ага, рыба в песке плавает. Кидаете червяка и ждете, пока рыба к нему приплывет, а потом бросаете ловушкой в рыбу. Даже отстраняясь от абсолютной предовости в виде рыбы в песке, которая, сука, просто рыба, только песчаная, в это абсолютно не хочется играть. Ловить рыбу без приманки можно, но она ползает вокруг и легко может выскочить из-под ловушки, пока та летит. С приманкой надо ждать, пока они появятся и соберутся клевать эту несчастную приманку. Но ведь тут же можно ловить с копом несколько рыбин. Ага, до определенного количества, довисящего от уровня ловушки, а все остальное убежит, как песок сквозь пальцы. Но ведь даже несколько рыбин за раци то уже лучше, чем по одной, ведь так? Да хрен там. Разрабы же забалансили игру аки боженьки и подумали, если ты сможешь ловить больше рыбы, значит она должна стоить меньше, и рыба теперь стоит вообще нихрена. В обзоре к первой игре я говорил, что ловля рыбы это неплохой способ заработать, особенно если ловить редчайшие варианты. Здесь обычная рыба стоит копейки, а редкая, ну чуть больше копеек. И ладно бы, если бы какой-нибудь королевский песчаный карп спавнился более-менее часто, так хрен там, единственная подобного класса рыба попалась мне один раз за 130 часов игры. То есть мало того, что изнахратили собственную систему рыбалки, так еще и награда за нее никакая. Этот троллинг такой? Типа вы зарабатывали деньги в порте, ага-га, теперь здесь не получится? А нахрена тогда эту хрень надо было оставлять? А оставлять надо было, чтобы было из чего еду готовить. Суть в чем, есть в этой игре, как и во всех других уютных приключениях, такой ограничитель, призванный остановить вас от выфармливания всех ресурсиков за один игровой день. Иначе зачем вам в игру играть, если материалов для крафта будет всегда в достатке? Так вот имя этому ограничителю энергия. Каждый день вы просыпаетесь с определенным запасом энергии, зависящей от вашего уровня, вашего шмота и мебели в доме. О, прокачка какая пошла в играх. И используете ее, да буквально для всего. Машете кирки топором, минус энергия. Ловите мать ее рыбу, минус энергия. Деретесь с монстрами, минус энергия. Доходит до бреда, вот никогда не догадаетесь. Если вы стреляете из огнестрела, то энергия тоже тратится. О как. Я представляю себе какого-нибудь думгая, который вошел в раш, расстреливая демонов направо и налево, а потом встал как вкопанный и умер, потому что устал отстреливаться. Ну хорошо, ладно, смиримся с тем, что есть постоянный расход энергии. Это один из мотиваторов вылажиться спать и проматывать день, а не досиживать до конца. Но если уже к двум часам у вас руки отсохли и жопа отвалилась от усталости, то что делать? В таких случаях нужно перекусить. Еда в Сэндроке обладает разными свойствами, в основном это разного вида усиления. Например, покушав, ваш персонаж чаще будет наносить критические удары или будет обладать дополнительной броней. Толк от этих бафов около нулевой, потому что, как я уже отметил, враги в этой игре крайне редко представляют хоть какую-то угрозу. Но, впрочем, есть хавчик, что помогает здоровье восстановить, на случай, если вдруг вам все-таки по башке надают. От этого уже толк бывает. Но по сути, единственная пища, что меня в Сэндроке интересовала, та, что восстанавливает энергию. Ииии, в общем-то, херня все это. Короче, в самом начале игры вы можете поставить сушильную раму и сушить печаного карпа с солью или сандокуду с соевым соусом ради 18 и 36 очков энергии соответственно. Вроде неплохо, но надо рыбу ловить с этой конченной рыбалкой, да и не то, чтобы очень много восстанавливает. По этой причине я продолжил поиски. Потом вам открывается кухонная плита, которую еще нужно апгрейдить ради большего количества вариантов блюд. А по каким рецептам готовить-то? Ну, в игре есть два NPC, с которыми можно обмениваться рецептами Мейбл и Оуэн. Периодически подходим к ним, спрашиваем за рецепты и если повезет, получаем. Однако, таким образом можно получить только малую часть рецептов. Ради остальных нужно экспериментировать. Выбирать способ приготовления, выбирать ингредиенты, а потом, если повезет, у вас что-то получится. Но, скорее всего, хрен вам. Тут не Зельда Брэс оф зо вайлд, тут нет большого пространства для ошибки. Вы должны догадаться, как именно разработчики решили реализовать то или иное блюдо, а если не угадали, то, ну очень жаль. Короче, используйте фанатскую Вики. И несмотря на этот бред, удачи вам найти адекватное блюдо для восстановления энергии, затраты на которые будут соразмерны вашим усилием. Увидел я жареные каштаны с сахаром. Подумал, во, зашибись, у меня же дохрена каштанов. Ага, сахар для них не крафтится, только покупается, а у торговца можно купить 20 единиц этого сахара, а с одного блюда только 10 энергии. Я подумал, ну и что, буду покупать каждый день. А на следующий день пришел, а у торговца только 7 сахара. То есть даже запасы восстанавливаются постепенно. В общем, хрень полная. С другими блюдами такая же фигня, я просто не нашел что-то по-настоящему стоящее. Перекапывать всю Вики, экспериментировать с готовкой, при том, что и так есть чем заняться, нет уж увольте. Оно здесь попросту того не стоит. Сушите рыбу. Предполагается, что в плане энергии, да и прочих вещей, нам должна помогать прокачка. Причем, обычные подозреваемые все на месте. Получаем опыт, буквально за все, получаем новый уровень, с ним растет здоровье персонажа, энергии и урон. Однако в этой игре, как и в порте, есть и перки, которые в отличие от Стар Дюэли, нужно прокачивать ручками, выбирая нужные. Тут, в общем-то, такая специфическая система с четырьмя деревьями прокачки. Добыча, создание, бой и общение. С соответствующими перками в них. Прикол в том, что получить очко перка можно только занимаясь выбранной деятельностью. То бишь, в добыче мы получаем заколупание камешков вообще не из-за взаимодействия с болванчиками. То как бы ведет к тому, что боевая ветка пополам с болтальной будет прокачана хуже всего. Но это ладно. Проблема для меня в том, что по сравнению с порте особо лучше не стало. Во-первых, первые же перки в деревьях повышают получение опыта за отдельную деятельность. То бишь, вкинув очко в опыт порубки деревьев, вы никак не поможете добыче камня, потому что, еб те навыки вообще в другой стороне. Это означает, что все эти деревья перков искусственно раздуты. Тяжело было придумать больше интересных и полезных перков? Во-вторых, как я говорил в обзоре на порте, разрабы дико жадные до нормальных бонусов. Опять эти ублюдочные ммошные плюхи на 5-10% на добычу типа плюс 5% к энергии или плюс 10% к шансу восстановления двух единиц энергии за удар. Тец. Увеличение урона на плюс 5%, снижение расхода воды на 10% и все в таком духе. Ну блять, что за жадность, просто объясните мне. Эта игра сингловая в конце концов, почему не награждать игрока по-человечески? Причем есть более адекватные перки, с которых даже в нынешнем состоянии есть толк, например. Можно сократить количество затрат росы на крафт дефицитной воды на 2 штуки с 10 до 8. Тоже в общем-то мало, но это уже 20%. Да и с учетом вообще ситуации с водой неплохо. Автоматический отлов скорпионов из кучи клама тоже неплохая вещь. Их потом можно дарить питомцам в городе. Но опять же этого мало. В таких играх, я считаю, игра должна давать разные и хорошие способы делать все эффективнее, так сказать, упрощать жизнь игроку. То, что сейчас есть, упрощает, но процентов на 5, на полшишечки. А в данный момент даже модов нет, которые можно было бы исправить. Зато еще одной вещью, которую сильно улучшили, сделав всего лишь одно изменение, стал инвентарь. Конечно, интерфейс у него говно из жопы, ибо на кой-то ляд сделали большие иконки, между которыми еще и пространство, как в большом каньоне. Что приводит к тому, что нужно регулярно крутить страницы, чтобы найти нужный предмет. Это выгреб, который сотни ресурсов и прочих предметов. Но зато работать с ним, с этим инвентарем, одно удовольствие. Все, что вам нужно, это заботиться обстановкой сундуков в вашей мастерской, а потом сложить туда ненужные в быту материалы. Потом, когда вы нагребете еще таких материалов, можно будет тупо выбрать нужный сундук прямо из первого попавшегося и кликнуть автозаполнение. Вуаля, хлам улетел в сундук, у вас в карманах снова есть место, вы восхитительны. Так все еще лучше. Да, теперь верстак и сборочная станция, да и в принципе все машины позволяют крафтить из товара во всех инвентарях. Сундуки, карманы, все это по сути один мега рюкзак. И даже можно поручения сдавать по предметам, которых у вас с собой нет. Осознать, насколько это удобно, может быть проблематично, если вы не имеете опыта игры в порте. Но поверьте, без такой вот квантовой запутанности, времени на организацию сундуков и распихивание всякого мусора уходило бы в разы и в разы больше. Крафт же при этом не претерпел почти никаких изменений. У вас, как и прежде, есть верстак для всякой мелочи, типа инструментов, мебели, некоторых промежуточных материалов для сборочной станции. Есть сама сборочная станция для крупных машин и компонентов различных структур, необходимых для выполнения сюжетных заданий. Есть разновсякие переработчики, ну там, печи, станки, блендеры, наковальни для переработки сырья в готовые материалы. Рестак и сборочная станция крафтят предметы мгновенно, а вот на переработку всего уходит время, которое не сильно сокращается по мере развития ваших машин. Что заставляет игрока ставить много тех же печей, чем больше, тем лучше. Я серьезно, ставьте столько, сколько места будет, просто быстрее игра пойдет и не придется перематывать сном. Для работы машин нужна вода и топливо, собственно, вода в основном сюда и будет уходить. Что касается топлива, то его в этой игре в избытке. Я в принципе ни разу не топил дровами, только отбросами от переработки храма и иногда силовыми камнями. В итоге просто сотнями скопил этого дела. Это плюс на самом деле, не люблю дефицит. Совсем без изменений не обошлось и в Сандроке есть разная степень качества предметов. Их три, зеленая, синяя, фиолетовая. И кроме очевидной разницы в цене, синяя и фиолетовая дают дополнительные бонусы. Мне, если честно, эта система понравилась. Конечно, редкость присваивается при крафте рандомно, но так как можно улучшать любой предмет в специальной машине, то сделать машину в полтора раза продуктивнее, а инструмент в полтора раза сильнее из воздуха это прям хорошо. Мне разве что не хватало какой-нибудь оранжевой редкости, чтобы кирку еще посильнее можно было бы сделать. В первую очередь, конечно, крафт всего и вся в игре нужен для прогрессии, поручения и продвижения по сюжету. Ну, и в том числе это очень сильно помогает в налаживании отношений с остальными обитателями Сандрока. Эти ребята, естественно, обладают разными характерами, по-разному общаются, по-разному реагируют на ваши слова, отчего, кстати, с некоторыми очень тяжело найти общий язык. Такая своеобразная симуляция небольшого городка, где все всех знают. У каждого из них есть свое расписание, свои занятия и даже анимации отличаются, если не у всех, то почти у всех. Джастис Шериф, например, постоянно носится с рукой на револьвере. Купер, знатный любитель присесть на уши, постоянно ходит с руками в карманах. Они все, опять же, по-разному общаются. Унсур говорит исключительно ровным голосом, из-за чего реплики, которые он произносит, могут быть довольно забавными. Есть Фэнк, местный доктор с птицей. Так он сам почти не разговаривает, за него все птица делает. В общем, разрабы действительно постарались сделать по максимуму для того, чтобы город казался живым. И это по-своему работает. Не полностью, потому что некоторые жители тупо целый день вследяются без дела, шагая из стороны в сторону. Не сильно страшно, но внимание при длительной игре привлекает. Как и в прочих коузе-играх, вы можете общаться с ними, дарить им сделанные своими руками подарки, проводить время во всяких мини-играх и все в таком духе. В первую очередь, вы так набиваете с ними очки отношений, постепенно переходя из ранга знакомого к рангу лучших друзей навсегда. На определенных рангах, в зависимости от персонажа, вы получаете бонусы. Если дружите с мэром, покупка земли для мастерской станет дешевле, дружба с торговцами делает их товары дешевле, дружба с питомцами дает бонус к энергии, в общем, разные варианты есть. По сравнению с портой, здесь отношения развить проще. Конечно, как и прежде, нет никакого часового отображения, сколько у вас очков этих ссаных отношений есть. А сколько еще надо набить? Только звездочки и сердечки. Однако набиваются эти очки гораздо быстрее. В предыдущей игре за любое действие давали одно очко. Одно сука. Но с определенным навыком был шанс на еще одно. С баскова плеча, ебать. Здесь отношения растут органично. Вы выполняете основные или повышенные сюжетные задания, повышаете отношения с целым городом или отдельными людьми. При повышении ранга отношений с НПС вам отсыпают очков еще в отношениях с семьей и друзьями того НПС. Так мало того, правильно подобранные подарки дают хороший бонус, особенно в нюху, и мини-игры теперь приносят профит. Камень, ножницы, бумага, например, заменили на местный аналог из четырех позиций. Мышь, кот, леса, слон. Из-за четырех хода определяется победитель. Таким образом, можно почти на халяву получить уже пять очков. По сравнению с одним, это уже ого-го, какой прогресс. Только иногда по желанию обращаю внимание на всех этих людей. По идее, так оно и должно быть в настоящем уютном приключении. Но на этом налаживание социальных связей не останавливается. Многие из фанатов таких игр играют в них еще и для того, чтобы завести роман, жениться, наплодить детей и все в таком духе. А что вы думаете, симсы такие популярные? Здесь этот аспект также имеется. Есть определенный список парней и девушек, с которыми вы можете завести отношения. В игре такие персонажи обозначаются сердечками. Впрочем, недостаточно только лишь добалтывать их до смерти, пока они не упадут к вам в объятия. Бывают и другие условия. Участие кандидатов достаточно только набить определенный ранг отношений и потом подарить предмет плетеное сердце, дабы объявить о своем расположении. Для некоторых кандидатов будет необходимо выполнить сюжетные или побочные задания, прежде чем ваши отношения вообще смогут развиваться. Таким образом, разработчики еще раз пробуют привнести элемент органичности в игру. В каком-то плане это, безусловно, получается. Ну, вы сами посудите, если в игре будет 10 девушек, с которыми можно будет замутить, выфармливая их в распоряжении подарками, а потом тупо подарить плетеное сердце. Будет ли это выглядеть естественным? Вот я думаю, что нет. Тут еще помогают побочные задания таких персонажей, на которых у вас будет шанс высказать свою симпатию. Патрея в этот раз уже пытается влезть на территорию взрослых сиарпиджи с их романами. Это похвальное стремление. Всегда нужно стремиться к большему. Тем не менее, я не могу вам особо рассказать про детей и совместную жизнь, потому что моя выбранная компаньонка стала доступна для романа в самом конце игры. Да, бывает и такое. И это... Ну такое. Как вы понимаете из моих слов, вы если дожили до этого момента. Какие-то элементы в этой игре очень хороши, какие-то сойдут и можно было поработать, но есть один, который бросает тень на все остальное. Это прогрессия. Значит, смотрите. Сэндрог я проходил 120 часов. Почему так долго? Ну, потому что сюжет в этой игре пиздецки растянут. Прям пиздец-пиздецки. Я, конечно, расскажу о нем, но проблема не столько в его длине сейчас, сколько в том, что прогрессия прибита к сюжету метровыми костылями. Это как бы логично, вы делаете что-то для города, город открывает для вас новые возможности, да? Ага, сейчас. Вот пример. Я очень много бегаю на протяжении десятков часов. Мне нужно бегать за рудой в заброшенные руины. Это беготня, это клупание руды, это проблема с энергией, в общем, классика. Я такой думаю, было бы неплохо заказать руды у кого-нибудь. Хрен вам. Заказать руду можно будет в последней третьей игры. У меня это были 70, а то и 80 плюс часов. Зашибись, да? Хотя казалось бы, дайте возможность это делать раньше, хоть и за бабки. Другой пример. У вас много всякого в мастерской. Вы животных разводите, картошку растите, ресурсы в машины запихиваете и достаете. Но тоже, почему я не могу нанять кого-то в помощь? У меня есть деньги, я заплачу. Хрен вам номер 2. Ваш наемный работник появится также в 80 плюс часу. Я не понял такого мува, если честно. Есть еще и другие элементы типа прогрессии по типу инструментов, то есть у вас уже, например, все готово, чтобы пойти дальше по оборудованию и по ресурсам. И тут вам нужна магниевая руда, чтобы улучшить печь до последнего третьего уровня. Хорошо, но магниевая руда добывается в котовой пещере. То же, откуда у вас появляется работник и заказы на руду. Все те же 80 плюс часов. Видите связь? В этом плане с Традиуэлли была хороша тем, что кроме некоторых событий, привязанных к датам и сезонам, она давала возможность проходить ее в своем темпе. Нужно было только выполнять условия. Сэндрок же заставляет игрока быстрее пролетать сюжетное поручение, дабы раздобыть инструменты получше и геймплейных фишек побольше. По крайней мере, на меня это действовало так. Вдобавок к этому, я же говорил, что выбранная мною дама стала доступна для романа к концу игры. Вы думаете, я шучу? Нио, вашу подругу детства, можно романсить только после 82-го сюжетного события. в которых ничего особо не надо делать и собственные миссии. Из 90. 82-е из 90. В общем, жениться получилось на 125-ом что ли часу игры. Вот мы и дошли до того аспекта, который сожрал большую часть девелоперских сил ради того, чтобы раздуть эту игру до необъятных размеров, которые уютному приключению нахрен не вперлись. Это, разумеется, сам сюжет. Та сила, что движет мир игрой вперед, меняет его, но делает это странно, а порой и сомнительно. Если говорить конкретно, а не заходя пока на территорию спойлеров, то проблемы с ним с сюжетом две, с темпом повествования и собственно с сценарием, с событиями и как их показывают. Вполне возможно, что ощущение темпа это субъективная оценка, но я все же считаю, что кампания в сотку часов в такой игре это многовато. От некоторых событий можно было избавиться, некоторые сократить, а некоторые объединить. Но это еще полбеды, ведь есть еще привязка квестов конкретно к времени. То есть, вам дают поручение сделать что-то, но чертежа этого чего-то не будет, будет завтра. Ага, на следующий день вы получаете его и приступаете к крафту. Если вам везет, то все нужно, барахло у вас уже есть. А если нет, нужно бежать за ресурсиками, перерабатывать их во что-то, на это уйдет день, а может и два. Соответственно, это еще оттягивает срок выполнения квеста. Так а прикол-то в том, что следующий стартует спустя несколько дней после предыдущего. Симулируй течение времени таким образом. Сам по себе такой подход неплох, он имеет смысл, но из-за жесткой привязки отдельных элементов заданиям с учетом сколько вся эта чехада длится, весь этот богатый сюжет постепенно начинает надоедать. Сценарий, конечно, песня отдельная. Тут херни нам у теле и в лоре игры, и в сюжете, ну, начну с лора. Если впротив, мы знали, что когда-то давно произошел страшный катаклизм техногенного порядка, который привел к ядерной зиме жизни людей в подземных убежищах в течение сотен лет, то здесь на свою и на нашу с вами голову разработчики решили углубиться в вопрос. Я почему-то думал, что в старом мире произошел восстание машин, поэтому и отношение к Киев в настоящем времени достаточно негативное. Однако, тут же насрали какими-то странными идеями, которые ни к чему не ведут. Ну, смотрите, как произошел день бедствия и по чьей вине непонятно. Говорят, случилась война, но ей нигде не упоминается. То есть, это были люди? А зачем? Ради чего? Технологии старого мира спокойно создавали все, что надо. Мы находим технологии терраформирования, космический центр, откуда отправлялись межзвездные корабли, а в качестве топлива используют силовые камни, которые мы до жопы находим. То есть, проблема не в дефиците энергоносителей. А в чем? Есть очень неплохой дневник девочки, который напомнил мне СЦП-5000. Там она описывает момент начала катастрофы, говорит о начале войны, упоминает об уничтоженных орбитальных платформах, о боях на орбите Луны, а скажет о том, как они передвигались по разрушенному городу к убежищу, вместо которого оказался музей искусств, находившийся в другой части города. В этом же дневнике она говорит, что стало очень темно. В следующем девочка пишет, как они вообще выживали, в холоде, голоде, как люди стали нападать друг на друга, как ее мама ушла в поисках еды и не вернулась. Очень мрачный такой дневник, прям сильно смещается от легкой непринужденности самих портий Сандрока. Я подумал, вот это хорошо, вот это интересная сторона истории этого мира. Еще подумал, вот было неплохо еще такого почитать. А как хрен мне. Все остальные логи чатов, переписки, записки, так какая-то муть формата «Ха-ха, мы злие корпораты, мы делаем зле, потому что мы любим деньги и можем это делать». Вы думаете, я шучу? А я, блядь, не шучу. Короче, наши любимые китайские разработчики из Китая, которые известен с твоими мега-корпорациями, решили посмеяться и поподтрунивать над злыми-злыми корпорациями, в особенности гуглом. Есть тут, значит, ящеролюди, гиглеры, они выступают в качестве врагов и у них специфические звания. Есть гиглеры-стажеры, гиглеры-пиарщики, а руководят ими вице-президент и президент. Суетли говорит, что они живут как дикари. Короче, как потом окажется, они просто построили свою жизненную доктрину на основе корпоративных документов гигл, а потом докручали граждан Сэндрока. Мало того, что там написано «Билли Берда», так они еще и неправильно поняли. Гиглеры эти, как и прочие мутанты этого мира, если я правильно понял, это не мутировавшие организмы после дня бедствия, а именно, что искусственно выведенное создание просто потому что. Я серьезно, у них прям так и написано «Мы их создаем, потому что можем». Самое смешное, что в игре в принципе все документы такие, типа «Ха-ха, мы любим деньги», или «Можно побыть и злыми, если поможет нам заработать». Это просто конченая шиза, непонятно к чему и как прилепленная. Я могу охарактеризовать это только как критика для дошкольников. Типа, ну дети штупые, мы вот сейчас скажем, что злые люди делают злу, потому что они злые и все. То же самое касается и критики технологического прогресса, кстати говоря, который сквозит игра особенно в первой трети. Я же рассказывал, что город пережил золотую лихорадку и охотники за реликвиями просто убили экосистему в Сандроке. Там звучат мысли типа «Погоня за чудесами старого мира, который погиб под злоупотреблением технологиями, мы сейчас готовы повторять те же ошибки». Так в процессе прохождения кампании эти проклятые технологии и спасают город. Да, это запретное знание помогает пробить тоннель через гору в порте для экономического развития города, помогает посадить заслоны с деревьев для защиты от песчаных бурь и прочее и прочее. Очевидно, что сценаристы этой игры решили, что они-то достаточно умные, чтобы донести свою мысль и более того, попытаться впихнуть ее в какой-нибудь неокрепший ум. Но для этого сценаристам в общем-то следовало самим своему укрепить. Сейчас будет зона спойлеров, один пример того, как не надо делать, если пытаешься придумать какой-нибудь вот это поворот, показывая пальцем на стул с пиками точенными, когда сам садишь на другом. Ну, вы знаете дилемму о стульях. Спойлер начинается сейчас, а закончится здесь. Вы знаете, что делать. В определенный момент игры, я бы назвал это концом второго акта, если бы, блин, здесь вообще было нормальное разделение на акты, становится очевидно, что на город нападут солдаты из Империи Дублас. Это такое агрессивное государство, граничащее с Альянсом свободных городов на севере, постоянно устраивающее стычки с соседом по поводу владения тамошними руинами, здесь чем Альянс вполне себе начал готовиться к войне с Дубласом, в случае, если тот решит перейти черту. Разумеется, отдельные шпионы и прочие засланные казачки есть и в других частях Альянса, не только на севере. В порте Дублас отметился и здесь в Сэндроке тоже, только если в первом это был один рыцарь с подсосами, то здесь уже крупный боевой корабль с вполне себе армией, по меркам Сэндрока, конечно. Так и вот, в какой-то момент армия Дубласа нападает на Сэндрок, жилья которого пытаются отбиваться. Часть прячется в церкви, остальные распределились по городу с главной точкой обороны возле мэрии. Просто начинается полный бред. Во-первых, одного из тех, кто активно защищал город и раскидывал пиздюлины вербуют и этот защитник вы. Я серьезно, ты настолько крутой мастер, что должен сделать Дубасскому генералу ванную, в которой он будет мыться водой из оазиса. Просто вдумайтесь, вы доверяете собрать ванную человеку, который вполне себе является комбатантом и настоящей угрозой. А генералом вы стали через постель? Во-вторых, сам посыл, что генерал будет мыться водой из оазиса, типа «Ха-ха-ха, я такой злёй нахуй!» Это такой по-детски наивный труп, который в общем-то полностью соответствует этой всей оккупации. Люди просто сидят в церкви в общаге под присмотром солдат и всё. Никто не получает по башке, никого не терроризируют. И это в городе, который оказывал вооруженное сопротивление. Здесь же никто не умирает, здесь всё по наружку, а потому и обидок ни на кого и нет, мы тут просто играемся. Это выглядит именно так. Так объясните мне, зачем использовать такой серьезный сюжетный ход как военная оккупация, если вы не собираетесь показывать, что это по-настоящему страшно. Портик, когда был один рыцарь, это было локальное событие. Здесь же событие глобальное, задействованы все жители города, которые так или иначе могут пострадать. Кто-то схлопочет шальную пулю, а здесь есть огнестрелы, я напоминаю. Кого-то и забьют в подворотне за какую-нибудь вещь или неповиновение солдатне. Если вы что-то такое показываете в своей игре, показывайте на полную. Если нет, то зачем вообще нахрен эта ветка с дуосом нужна, она только растягивает игру. А как вишенка на торте, революция и борьба с оккупацией начинаются с того, что вы подкладываете бомбу в собственноручно сделанную ванну, прям под задницу дуосского генерала. Ну блять, вы ожидали чего-то другого. Уютное приключение, ёпта. Если меня послушать, так я должен быть ненавижу эту игру. Вовсе нет, я не без удовольствия ее прошел. Просто тут, как наверное в случае с Хогвартс Легаси, игра могла бы стать в разы лучше. Мне очень нравится основной геймплей, колупание во всяких руинах, налубание камней и деревьев, болтовня с NPC и выполнение некоторых побочных основных заданий. Иначе бы я просто не провел в Сэндроке столько времени. Это же не Старфилд. Тут игра сразу раскрывается. Ну за исключением пары моментов. Просто нужно было дожимать, додумывать, как игра стала бы лучше и интереснее. Основную кампанию надо было нещадно резать, особенно ту секцию, что я под спойлер закатал, раз уж не умеете писать сценарий. Надо было придумать какого-нибудь классного механического маунта, да хоть мотоцикл. Опции по альтернативной добыче ресурсов типа заказов делают доступными с самого начала. Предложить больше автоматизации в конце концов. Однако даже так, провести время в Сэндроке было приятно. В конце концов, здесь еще и красиво. Графику очень сильно допилили. Работа с моделями прямо-таки багическая, вы только гляньте на одежду горожан. Все очень детализировано, прям глаз радуется. Так здесь еще и цвета, все очень яркие и сочные. Я всегда именно такую цветовую палитру и предпочитал. Если уж говорить о том, стоит ли брать эту игру или брать My Time at Porsche сначала, то на самом деле Сэндрок лучше во всем. Ну разве что кроме рыбалки. Поэтому берите его, хватит с головой. Здесь больше активности, они лучше продуманы. Здесь полно улучшений и качества жизни и игра вполне себе справляется с тем, чтобы быть уютным таким приключением, если вы не задушитесь от очень затянутой сюжетной кампании. Да в России она доступна, разве что стоит 2 косаря. Ну дороговато. За эти деньги можно купить лучшую игру года, поэтому смотрите сами. И напоследок, если есть какие-то предложения, замечания или вопросы, вы можете написать их здесь в комментариях. Или соскочить ко мне на стрим, который я уже регулярно провожу. Поболтать я не прочь. Есть еще телега, куда я пущу разные мысли по играм, к которым играю или вижу в новостях, а также уведомления о стримах. В общем, увидимся.